15 мая 1987 года на космодроме Байконур состоялся успешный запуск новой универсальной ракеты-носителя «Энергия», которая позволит выводить на околоземную орбиту космический корабль многоразового использования «Буран». Работы по созданию орбитального корабля в 1988 году перешли в завершающую стадию подготовку к первому полету. Введение в эксплуатацию корабля «Буран», пилотируемого аппарата нового поколения, значительное событие в отечественной космической технике. Он обеспечит не только доставку груза на околоземную орбиту, но и возвращение его на Землю. Главной особенностью нового корабля является большой объем отсека полезного груза. При начальной массе 105 тонн корабль позволяет доставить на околоземную орбиту 30 тонн и возвратить с орбиты до 20 тонн полезного груза. Грузовой отсек орбитального корабля соизмерим с объемом четырех большегрузных железнодорожных вагонов. Другая особенность корабля «Буран» — самолетная конфигурация. Это позволяет ему, в отличие от предшествующих, возвращаемых на Землю космических аппаратов, производить посадку на аэродроме, совершая управляемый планирующий спуск. Аналогичный корабль в США совершил первый полет в 1981 году. Во внешнем облике советского и американского кораблей много общего, потому что сходны задачи и условия, в которых выполняется полет. Однако в схеме выведения существует принципиальное различие. «Буран» выводится на орбиту с помощью универсальной ракеты. При создании корабля «Буран» в его конструктивных узлах и системах нашли применение новые технические решения. Одним из них является система управления, которая впервые позволит совместно с наземным комплексом осуществлять посадку корабля без экипажа в автоматическом режиме. При участии институтов Академии наук СССР разработано надежное теплозащитное покрытие, способное выдержать десятки возвращений корабля из космоса на Землю. Для этого разработана специальная теплозащитная изоляция, технология установки которой сложна и кропотлива. Общее количество теплозащитных элементов на корабле более 35 тысяч. При создании корабля многое приходилось решать впервые. Одной из серьезных проблем явилась транспортировка такого крупногабаритного груза, как планер «Бурана» с завода-изготовителя на космодром и испытательные стенды. Для этой цели был использован самолет большой грузоподъемности с измененной конструкцией хвостового оперения. Завершение сборки корабля, в ходе которой он оснащается системами и агрегатами, осуществляется на космодроме. Одной из таких систем является объединенная двигательная установка, агрегаты которой размещаются как в носовой, так и в кормовой частях корабля. Важнейшей составной частью корабля является кабина экипажа, которая делится на негерметичные между собой отсеки. Командный, агрегатный и бытовой, в котором может устанавливаться шлюзовая камера. В командном отсеке сосредоточены все органы ручного управления кораблем и размещаются члены экипажа. В настоящее время широко развернуты работы по подготовке экипажей к полету. Они проводятся на различных пилотажных стендах, где отрабатываются их действия по управлению кораблем на всех участках полета. Тренировка экипажей и отработка самолетных систем «Бурана», работающих на атмосферном участке полета, проводятся также на летающих лабораториях, созданных на базе самолетов Ту-154 и современного истребителя-перехватчика. Значительный опыт по пилотированию «Бурана» на заключительном атмосферном участке полета экипаж приобрел на экспериментальном корабле. Он был оснащен воздушно-реактивными двигателями, которые позволяли ему взлетать с обычного аэродрома. Типовая 7-суточная программа полета орбитального корабля начинается с выведения его на промежуточную орбиту. Затем с помощью двух включений двигателей орбитального маневрирования осуществляется выход его на опорную орбиту. В начале полета по этой орбите раскрываются створки отсека полезного груза, а затем выполняется задача полета. Во время спуска корабля на Землю переход от реактивного управления к управлению с помощью только аэродинамических поверхностей происходит постепенно, по мере входа в плотные слои атмосферы. Приземление корабля осуществляется на посадочной полосе длиной 5,5 километров, расположенной в 10 километрах от места старта Бурана. Посадочный комплекс оснащен оборудованием, которое обеспечивает посадку орбитального корабля как в автоматическом режиме, так и с участием экипажа. Экспериментальная отработка посадки проводилась в испытательном центре. Субтитры создавал DimaTorzok Завершен длительный, трудный путь создания орбитального корабля «Буран». На стартовом комплексе проводятся последние операции по подготовке к полету. Создана новая космическая транспортная система, которая позволит эффективно решать различные научные и народно-хозяйственные задачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok